Если местные жители сообщают о необычных звуках из леса по ночам, а кто-то даже видел странных существ на своих крышах, деревьях и в заброшенных домах, не стоит насмехаться над фобиями. В лесу всегда больше тайн, чем кажется. С вами канал ТОП ФАКЦИ, и сегодня мы раскроем вам глаза на некоторые ужасающие эпизоды с участием настоящих чудовищ. Все они попали в камеры ночного видения, были засняты очевидцами на телефоны, и у нас с вами есть право на сомнение и на веру, что все эти ужасные создания живые. Желаю приятного просмотра. В пасхальное воскресенье в бразильском местечке Понта Граса хозяин дома разговаривал по телефону, когда услышал шум за стеной. Думая, что это может быть вор, он начал снимать, но в камеру попало странное существо. Хотя фигуру скрывала темнота, но силуэт был похож на гибрид человека, и собаки. Местные псы одновременно начали лаять, значит, они восприняли чужака за угрозу. Существо ретировалось, но так и оставило нас гадать, зачем оно терлось у дома и что из себя представляло. Это видео было загружено анонимным пользователям в июне 2015 года. Его побеспокоил шум на крыше. Человек решил, что там шурует какое-то животное, и вышел посмотреть. В сумерках и так все тревожно, но то, что он увидел на крыше, не походило ни на одно известное животное. Казалось, существо испугалось больше самого очевидца, и после того, как его раскрыли, решило сбежать. Как думаете, кто это был? Пара туристов ночевала в своей палатке в калифорнийском кемпинге, и посреди ночи их разбудил громкий шум, похожий на храп или кваканье. Они вышли на разведку и видели на камни некое тело, похожее на инопланетянина, только какого-то испорченного. Он продолжил шуметь, видимо, не заметив людей, и трещал, как радиопередатчик. Видео вышло в марте 2022 года, и никто с тех пор не сообщал о подобных существах. Как знать, может быть, это сбитый шпион, который торопился передать информацию на свою альфу Центавру? Утром вы меньше всего ожидаете встречи с неопределенным созданием на своем земельном участке. Мужчина прогуливался по двору, ловил первые лучи солнца, как вдруг крошечный криптит, выпрыгнул прямо перед ним и быстро обогнул крыльцо. Что это было, так и не выяснили. Похоже на большую лягушку, но почему она тогда перемещается по обезьянии? Осталось только приближать и замедлять видео, чтобы хоть за что-то зацепиться. 20 декабря 2023 года на видео ночной камеры попали фигуры, которые напоминали людей, но вели себя как гигантские лягушки. Сначала они сидели на берегу пруда, а затем синхронно попрыгали в воду. Так же загадочно, как и появились, они исчезли в ночи, но ситуация не выглядит нормальной. Люди так не двигаются, а лягушки не бывают таких размеров. Если это ночное шоу акробатов, то им пришлось бы очень долго тренироваться. Если вы случайно, может быть, что-то знаете об этом, то напишите об этом в комментариях. Интересно, что в мире полно людей, которые, узнав о паранормальных явлениях рядом, не сбегают прочь, а отправляются на их поиски. Когда до этих ребят дошли слухи о призраках возле реки в Камбодже, они не мешкая собрались выяснить, что это за место с привидениями. Здесь на самом деле произошло несколько инцидентов, и с тех пор бытовало мнение, что на этом месте собираются души трагически погибших людей. Что вы думаете? Группа исследователей увидела нечто похожее на человека с фонариком, который спокойно сидел на берегу и на них никак не реагировал. Однако, когда они бесстрашно приблизились, фигура обернулась и их заколотила от ужаса, потому что на них смотрело опухшее, раздутое лицо, которое часто бывает у утопленников. Стало совсем жутко, когда при приближении незнакомцев фигура не шелохнулась. Призрак просто наклонился вперед и исчез в реке. Кадры с камеры слежения в октябре 2023 года появились в ТикТок. На них пара неопознанных гуманоидных существ бродит по горному району Блю Рич в Апалачах на востоке США. Одно из существ держит что-то во рту, непонятно, ребенка или добычу. Сомнения в их внеземном происхождении развеялись, когда эти сверкающие словно лампы глаза уперлись в направлении камеры. Многие посчитали, что эти существа напоминают темных дуков-скинуокеров, которые могут превращаться в людей или животных. Пока семья отдыхала и веселилась на природе, камера наблюдения работала и запечатлела странное существо. За спинами людей кралась какая-то тень и казалось, существо наблюдало за ними издалека. На первый взгляд, фигура имеет сходство с человеком, но учитывая язык тела и бесшумное передвижение, можно заподозрить, что здесь дело нечисто. И зачем тогда прятаться за деревьями? Человека мы бы услышали, а тут даже ни один сухой лис не хрустнул. Что вы думаете, это инопланетянин или, может быть, обман зрения? Еще один похожий скинуокер попал в кадр в августе 2020 года. Что заставило такое существо вылезать на дневной свет? Видео было снято в отдаленном районе леса, где блогер собирался сделать сюжет о своей экспедиции в заброшенную хижину. Клип получился короткий и ничего нельзя добавить о природе этого бледного существа. Только подобие горба наводит на мысль, что его состояние здоровья не было отличным. Автор следующего сюжета услышал шипящий шум из заброшенного колодца и решил, что там застряло какое-то животное. Он направился туда, чтобы разобраться и, возможно, даже помочь, но из темноты на него вдруг взглянули светящиеся глаза. Он увидел лицо сверхъестественного существа и, конечно, испугался. Сами подумайте, кто может шипеть в колодце и затем вступать с ним в контакт? Что бы вы стали делать в такой ситуации? Звонить в службу спасения от инопланетян? Группа студентов зашла в пещеру, чтобы снять видео для своего проекта. Вдруг из расщелины им послышался шум и, хотя они не восприняли его серьезно, все равно подошли и посветили между камней. Тут-то и возникла очень подозрительная голова. Неизвестное существо смотрело прямо на них. Естественно, они сделали то же самое, что и любой здравомыслящий человек на их месте. Убежали. Если вы сможете опознать существо, то напишите в комментариях, а у нас есть небольшая подсказка от автора видео. Он читал, что им повстречался серый инопланетянин. Группа друзей гуляла по лесу в предзакатный час и вдруг они заметили в кустах какое-то движение. Какое-то время все держались на расстоянии, но начали записывать видео. Скоро перед ними предстал ужасающий гуманоидный карлик. Его большая голова с зубами и глазами громоздились на теле гнома. Мы вполне можем констатировать, что это существо не принадлежит к нашему животному миру. Хорошо, что оно не напало на ребят, но и не напугать тоже не могло. Вы бы остались рядом с ним? Парни из мотоклуба каждый месяц отправляются в новую поездку по неизведанным местам. Проезжая через Вашингтонский лес в Вирджинии, они остановились для поиска лучшего маршрута. И вдруг из чащи к ним двинулось существо. У одного из парней оказался быстрый доступ к камере, и он успел заснять низкую человеческую фигуру с длинной бородой. Чем-то он напоминал орка-шаманы, и группа застыла на месте от неожиданности. Лишь один смельчак решил проверить, куда побежит шаман и приблизился к нему. Удивительно, но реакция у создания была отменная. Он побежал в противоположную сторону. Может быть он хотел стащить шлем, пока ребята замешкались? А теперь свежее видео, снятое в январе 2024 года. Ни у кого нет объяснения, что за мифическое существо хозяйничало в лесу. Оно словно пересекало ленту с надписью «Вход воспрещен». Без каких-либо усилий некто ворочал крупные деревья, а затем швырнул бревно на дорогу, как перышко. Ни один человек не справится с этим в одиночку, но это если был не человек, то зачем крупной горилле, например, разбирать завалы? В нашем пазле много отсутствующих кусочков. Люди гуляют в лесу среди бела дня и не опасаются ни нападений, ни странных явлений. Но иногда некоторым везет. На их глазах происходит что-то из ряда вон выходящее. Человек заснял сюжет в канадской провинции Альберта. Перед ним мелькнуло убегающее существо, явно гуманоидного типа, причем его голова была очень большого размера и неправильной нечеловеческой формы. А тело, наоборот, слишком тонким и костлявым. Однако, когда странное существо догадалось, что его засекли, то побежало прочь, как всегда, в принципе, и бывает. Мужчина ехал на мотобайке с другом, видимо, у него в руках был телефон, иначе как бы он так быстро включил камеру на ходу. На фоне белой стены в ночной темноте они увидели необычную тень. По росту она походила в фигуре ребенка, но, скорее всего, это было другое существо. Голова была большая, а руки и ноги очень тонкие. Вопрос лишь в том, это была просто тень, фантом, или там действительно прятался инопланетянин, который не нашел нужного адреса. Как считаете, могла ли так исказиться обычная тень, или мы имеем дело с другими мирами? Сейчас нам продемонстрируют сразу два чуда, невидимость и телепортацию. Это произошло на территории музея старинного оружия. Видеорегистратор зафиксировал призрак или существо в волшебном плаще. Смотрите, гуманоидная фигура перемещается перед камерой, но можно увидеть лишь контур. Человек не может двигаться такими скачками, и, насколько мне известно, плащи-невидимки из фильма про Гарри Поттера еще не поступили в свободную продажу. А вдруг это дух солдат или оружейника, который приставлен к музею? Как вы думаете, насколько далеко нас могут завести абсурдные гипотезы и такие вот съемки? Лес, как я подозреваю, обитаем гораздо плотнее, чем мы думаем. Этот сюжет снят в Польше в июне 2022 года. Молодой человек пешком возвращался с вечеринки немного выпившим, но шум, который он услышал, явно был незнакомым. Кто может кричать ночью в лесу? Ночные хищники, крупные птицы или волки, лисы или рыси, но их звуки мы можем отнести к каким-то категориям, а этот крик был очень страшным и реальным. Однако парень включил камеру и пошел вперед, пока в объективе не мелькнул очень странный силуэт. Он тоже не был похож на нормальное животное, то ли цапля, то ли лошадь, кто знает, что это было. Но тут уже стало ясно, что есть один путь. Это обратно. Парень пустился на утек, но так и не узнал, что он именно заснял. С другой стороны, словам бы никто не поверил. А вы тоже думаете, что это иллюзия? Загадочные создания подозревают о своей нетипичной внешности и чаще прячутся, чем стремятся угодить на камеру. 23 ноября 2023 года в сети появилось видео со снежным человеком, он будто скрывался от съемки. Камера следила за ним, а он за ней, используя дерево как прикрытие. И наблюдал, судя по всему, с любопытством. Силуэт идеально соответствует описанию снежного человека. А что, если это действительно один из них, и интеллект у него достаточно развит, чтобы заставить нас поломать голову над этим? В июне 2021 года двое друзей осмелились зайти в заброшенное здание, но их бравада быстро сменилась ужасом. В панике они побросали свои вещи и бежали со всех ног. Нам досталась запись момента, когда они столкнулись со зловещим существом в темноте. Что-то странное копошилось на земле и стало распрямляться при виде людей. Если это животное, то чем оно питается в помещении? Если подобие человека, то как обходится без света? Если дух, то почему ведет себя, как будто намеревается напасть? Все это не похоже на шутку, и если у вас есть какие-то гипотезы, то обязательно напишите об этом в комментариях. Люди настолько жаждут пугающих зрелищ, что устанавливают камеры слежения в тропических лесах Амазонки. Зачем они ведут фотоохоту? За существами, которые не относятся к миру диких животных или за духами? Этим авторам удалось найти нечто необъяснимое. Существо, похожее на пугало, на секунду появилось и сразу исчезло. Его внешность больше напоминала мифического демона Бафомета. Как знать, может это был ряженый в костюме, который пришел в назначенный час на сборище секты? Только представьте себе, что настоящие охотники за привидениями существуют. И где им еще работать, как не в Мексике? Группу вызвали в глухую деревню, чтобы разобраться с ужасным существом. В заброшенном соборе завелась демоническая сущность, по описаниям, похожая на Бельфигора. Это ветхозаветный хвостатый гуманоид с козлиными рожками, который учит людей всякой дряни и невероятно проворно двигается. И с тех пор никто не осмелился заходить на территорию, где хозяйничает нечистая сила. Охотники прибыли на место с мощными фонарями и боевым огнестрельным оружием. И да, здание пребывало в угнетающем состоянии, хотя на стенах еще оставались церковные знаки. Видимо, демону они были нипочем. Да он и не скрывался, спустя какое-то время люди почувствовали что-то присутствие, и через дыру в потолке на них глянула отвратительная физиономия. Вы верите, что такое бывает? Я? Нет, например. Самыми серьезными намерениями охотники достали оружие и начали преследовать существо, но через пару секунд оно исчезло в темноте. У меня остались такие вопросы. Как могут люди в статусе охотников за привидениями легально применять оружие? И вообще, что это был за кошмар? И избавилась ли деревня от наваждения? Это чрезвычайно тревожное видео было загружено в январе 2020 года. Автор пожелал остаться инкогнито. Видимо, боялся, что стоящая на вершине дерева женская фигура найдет его и накажет за съемку. Все приняло серьезный оборот, когда она начала вздымать руки вверх и тут же зазвучали демонические голоса. Неизвестно, завыли окрестные собаки или сама женщина, но в следующем ролике, где оператор подошел чуть ближе, подтвердилось, что голос принадлежал ведьме. Пугающее явление не находите? Плюс к тому, место, где это произошло, тоже не разглашалось из соображений безопасности. В пробке мы все начинаем смотреть по сторонам от скуки, но этот эпизод не даст вам соскучиться. Увидев создание, которое будто только что покинуло ад, девушка-водитель достала телефон и начала записывать. Оно сидело на ветке большого крепкого дерева, как это делают птицы, но назвать его птицей язык не поворачивается. Что мы имеем? Крошечного человечка с ногами краба и крыльями летучей мыши. Если честно, ничего более уродливого и страшного я еще в жизни не видел. Хотя он улетел через пару секунд, но видео осталось с нами и вместе с ним загадка. Кто это был? Мутант-вампир или фея крабов? Поучительная история появилась на ютубе в январе 2024-го. Семья получила жизненно важный урок. Никогда не покидать свой автомобиль, чтобы вы не встретили на незнакомой загородной дороге. Вечером на пустой проселочной дороге они заметили подозрительную фигуру, которая скрывалась в кустах и не реагировала на сигналы. Двое мужчин неосмотрительно вышли из машины и спровоцировали настоящий хоррор. Они испугались того, кого там нашли и бросились в панике назад. Но ситуация обострилась, когда сущность попыталась проникнуть в их машину. Если на ваше лобовое стекло легли бы такие лапы, что бы вы предприняли? Предположения о том, что им встретился оборотень, по-моему, вполне обоснованы. И к тому же у нас нет финала видео. Я бы лично хотел убедиться, что они покинули место происшествия. На свете есть и энтузиасты паранормальных явлений. Эти ребята разъезжают по территориям, откуда поступают жалобы или сообщения в попытках обнаружить привидение или разоблачить обман. Двое исследователей проезжали мимо заброшенной постройки и в свете фар заметили большое звероподобное существо. Достали фонари мощнее и подкатились поближе. Мы с вами тоже это видим, но мы не одни в машине на пустой дороге ночью. Волосатое чудище двигалось медленно и не казалось напуганным. Водитель пытался соблюдать дистанцию, но пассажир начал паниковать. На утро они взяли еще несколько человек и снова отправились туда, но не нашли даже следов. Естественно, тьма это территория кошмара, а утро всегда бывает добрым. Женщина столкнулась на дороге с существом, которое обычно показывают в фильмах про призраков. Удивительно, что она стала снимать его на камеру вместо того, чтобы бежать. Может быть, гаджет в руках дает нам ощущение, что мы вооружены и можем призвать на помощь весь мир? Оператор ведь всегда живы. Существо не было хорошо видно в темноте, да и качество съемки оставляет желать лучшего. Однако оно не обладало терпением, а решило броситься на женщину. Вот тут и настал момент бросить все и бежать. Двое друзей пошли погулять около заброшенного дома и вскоре почувствовали, что за ними следят. Их явно преследовала какая-то фигура, тогда они решили снимать видео на всякий случай. Вскоре в кадр попал силуэт, похожий на мумию, но с повадками шпиона. Вначале он притаился за углом, а затем, когда понял, что его снимают, направился прямо на них. Очевидцы в страхе убежали и мы не знаем, что случилось дальше. Мумия выглядела очень крупной и ее намерения явно не были дружескими. В любом случае, если кто-то или что-то вас преследует, лучше опередить ситуацию и оказаться в безопасном месте первым. Лучшая встреча с чудовищем это встреча с бездыханным телом чудовища. Курьер службы доставки наткнулся на этого зверя на северо-востоке Бразилии. Похоже, его сбил грузовик и тело лежало на обочине давно. Но все равно он не походил ни на одного известного хищника в этом районе. Даже крупный волк или лев не выглядел бы настолько ужасно. Единственное, что мы можем подтвердить, что скорее всего это был печальный конец какого-то гибридного животного, а не призрак или нечистая сила. Этим часто удается ускользнуть. Что бы вы подумали, если встретились лицом к лицу вот с таким существом? Даже если ваш кемпинг навестит обычный лев, то это из ряда вон выходящие впечатления. Перед нами ничто иное, как демоническая версия под именем Виндика. Так называется дух-людоед в воплощении дикого животного, которое олицетворяет ненасытный голод. В любом случае, если вы встречаете животное, которое не можете опознать, оно внушает страх. А если прежде вы посмотрели пару фильмов про оборотней, то дело действительно дрянь. На самом деле, это самый невероятный сюжет подборки. Вы думаете, что победит между страхом и голодом? И до чего можно дойти, чтобы съедать все найденное в дикой природе, ради выживания, не разбираясь даже, что это такое? Эти люди обнаружили существо, которое выглядело как инопланетное, но было единственной добычей дня. Голод говорят не тетка, а злой дядька, потому они недолго думали и сварили чудище вместе с кожей. Я лично думаю, что это какой-то изощренный фейк, мы с вами вообще не привыкли есть неизвестные продукты, не говоря о том, что это может быть совсем не так вкусно. Выглядит, если честно, неаппетитно. Но если у них есть телефон, чтобы снять видео и интернет, то значит дело совсем не в голоде. Двое молодых людей шли мимо бетонного барьера у мелкой речки и увидели там что-то похожее на куклу. Оказалось, что это тело не из пластика, труп странного существа был похож на игрушку, но с ним совсем не хотелось играть. У него было человеческое лицо, крошечное тельце и пальцы на ногах. Что-то схожее с тем созданием, которое съели в предыдущем ролике. Но поскольку это тело было безжизненным, то и сведений получить было не у кого. Дожидать названия подобному существу никто не взялся. В общем, если вы видите издалека что-то странное, будьте готовы, что оно понравилось и вы хотите увидеть следующую часть. Если так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал Топфактс и прямо сейчас можете посмотреть парочку наших предыдущих топовых роликов, которые уже появились на вашем экране. Спасибо за просмотр и увидимся в новом выпуске.